Покататься на аттракционах или прогуляться в зеленой зоне. Для этих целей горожане идут в парк. Самой большой популярностью пользуется тот, что на Даманском острове. Он второй по величине из шести городских парков. Площади постоянно благоустраивают, открывают новые аттракционы, но проблемы остаются. Для дальнейшего развития парка необходимо провести мероприятия, требующие больших финансовых вложений. Укрепление берега, очистка дна водной акватории реки Котрос, льда и катамаранов, обустройство пешеходных дорожек, приобретение в собственность новых аттракционов. Этого ждут и ярославцы. Вот чего им не хватает в парке. Мне кажется, здесь надо побольше кафе, чтобы цены были доступны. Немножечко ухоженности, я считаю. Нужно все-таки дорожки пооборудовать здесь. Может быть, больше аттракционов поставить. Может быть, каких-то аниматоров подключить к работе. Мало кто знает, но территория парка на Даманском имеет статус особо охраняемой зоны. А это значит, что любые работы здесь требуют согласования с областным департаментом охраны окружающей среды. Я не имею права самостоятельно ничего ни спилить, ни убрать, даже распилить упавшее дерево. Я должна ждать, пока оно сгниют или получить разрешение в департаменте охраны окружающей среды области. Директор горпарка готовит запрос о его исключении из списка особо охраняемых. Такой благоустроенностью, как на Даманском, не может похвастаться другой городской парк – рабочий сад на Перекопе. Здесь вообще нет аттракционов, только детский городок. Часть территории этого парка принадлежит частникам. Пять лет назад здесь планировали построить спортивную площадку. Даже место выделили, но денег не нашли. С тех пор благоустройство забросили, а парк зарос. Проблемы городских парков сегодня обсудили депутаты муниципалитета на комиссии по соцполитике. Если посещаемость этих мест отдыха растет, то качество аттракционов оставляет желать лучшего. Всего у предприятия их 74. Общий износ аттракционов составляет 90%. Кроме того, в прошлом году шесть городских парков поработали в убыток на 3 миллиона. От прибыли почти в 3 миллиона в 2011 году предприятие медленно-медленно уходит в убыток за 2013 год, также в 3 миллиона. Каковы ваши прогнозы на 2014 год? Надеюсь, что мы хотя бы выйдем в ноль. У нас задача такая. Бюджетных денег парки не получают. Депутаты сегодня предлагали искать инвесторов, но пока эти предложения остаются только словами. Екатерина Бубнова, Сергей Ватин. День в событиях.